Вы смотрите шоу Подъем на телеканале ТНТ Интернешнл. В этом году далеко не у всех получилось съездить куда-то за границу. Многие жалуются, что так и не увидели море. Зато они начали открывать для себя Беларусь. Вот ты бы хотел прокатиться по узкоколейной железной дороге и над резине, остановиться в глухом лесу и послушать, как поет зяблик. Заманчивое предложение, а более подробно о дрезинах и зябликах нам расскажет наш сегодняшний гость Артем Слизкий, организатор экскурсий по узкоколейным дорогам, а также по промышленным предприятиям. Артем Слизкий окончил БНТУ, проектировал третью линию Минского метро и даже сам работал на ее строительстве. Но с детства любит узкоколейные железные дороги, поэтому сначала создал клуб по интересам, а потом стал вводить экскурсии. Мечтает создать музей белорусских узкоколей. Артем, привет! Привет! Доброе утро, как добрался? Поднять подняли, разбудить забыли. То есть не взбодрился еще, ну ничего, сейчас мы это исправим. Сейчас мы тебя разморозим. Смотри, об экскурсиях мы поговорим чуть попозже. Расскажи, пожалуйста, о своей основной работе. Мы знаем, что ты проектировал линию Минского метро. Продолжаю это делать, да, все правильно. Экскурсия — это хобби такое для души, но основной инженер, проектировщик, горный инженер. Так что третья линия — это чуть-чуть и моя работа тоже. Слушай, сильно прям. Третья линия, которая последняя, да? Да, и проектировал, и сам ее строил годик. Спускался там в туннель, все своими, да? Вот этими рушишами. Ну, наверное, круто, пока вот это все не запустилось, вот так погулять, там полазить. А там тоже можно экскурсии проводить или нет? Нет, метро — режимный объект все-таки, поэтому вряд ли в ближайшее время туда пустят. Ладно, давай тогда к твоему хобби. Что вообще такое узкоколейка? Узкоколейка. Железная дорога, ширина колеи меньше стандартная. Если официально, ну, визуально. Ширина колеи большой железной дороги — полтора метра. Так. А узкоколейка — это в два раза лучше. И что по ней ездят? 75 сантиметров. Ездят по ней тоже поезда, маленькие поезда, да. В том числе и пассажирские. Детская железная дорога? Да, детская железная дорога — это, в принципе, такой самый наглядный пример. Это и есть узкоколейка. То есть ее так и можно называть. Хорошо, ну а еще что по ней ездит? Ну, сегодня по ней ездит только ТОРФ. В основном и иногда мои туристы. Это такая, скажем, технологический транспорт. Промышленный технологический транспорт, который обеспечит технологический процесс вот этих вот заводов, которые находятся. Поэтому это такой промышленный туризм с элементами экологического туризма. А много вообще в Беларуси таких у нас узкоколейных дорог? Лет пять назад Беларусь называли, есть такое слово, ферреквенолог. Ферреквенолог. Любители, которые изучают железные дороги, да. И вот эти вот ребята называли Беларусь самой узкоколейной страной Европы. Что у нас их там было около 30 штук на отдельно взятое государство. Но сейчас они потихоньку закрываются, разбираются. И поэтому мы потихоньку начинаем. Ну, штук 25 еще есть. На чем ты возишь своих туристов? То есть прямо вот в вагоне с углем, там, торфом? Нет, ну не пожалейте туристов, зачем их в уголь шевать? Нет, ну подожди, ну вообще, хотят экстрима. На дрезине просто. Нет, вот этим я тоже не занимаюсь. У меня дрезина все-таки завел, газ в пол и поехал. И погнали, да? Так вот, да. Два варианта. Это поездки такие для сборных туристических групп на поездах, пассажирских вагонах. У тебя есть свои поезда? Я их арендую. Я арендую там, у тех, у кого они есть. Да, но у самого у меня есть две дрезины, мотодрезины, на которые, в принципе, там пять человек. Группу такую можно посадить и вот покататься. Купыв. Аж так можно, да? Они уже нет. И департают в магазине? А уже нигде. У меня последняя в Беларуси. Их больше уже нет. Они в 70-х годах выпускались и до наших дней дожили две. А какую скорость мотодрезина развивает вообще? По паспорту 50 км в час. В народе их называют еще бешеная табуретка. А ты ее до скольки разгонял? 26. Но, скажем так, не везде, не на всех узкоколейках можно ее физически достигнуть, потому что все-таки это не магистраль Брест-Москва, это такая уставшая дорога, да, где так. Аккуратно, аккуратно. Ладно, в чем прикол? Вот ехать в какой-то глушь, трястись на этой дрезине. Что именно туристам нравится? Что их туда тянет? Ехать в глушь, трястись на дрезине. Ну, от городской суеты я бы вот с удовольствием прокатился на такой штуке. Она открытая, да? Да, да. На чем интереснее, как бы, на поезде, либо на дрезине? Мне кажется, на дрезине. Ну, это круче. Это все-таки более захватывающее, конечно, такое мероприятие. Ну и на поезде ты катался, а на дрезине, уверена? Нет? Нет, конечно. Вот уже. Мало кто из вот этих 9 миллионов 600 человек, проживающих здесь, катался у нас на дрезине. Ну, это совершенно такие разные мероприятия, скажем, потому что на поезде, это поездки для групп, такая, скажем, более познавательная туры. Потому что пока мы едем на эту скоколейку в автобусе, я там с историей знакомлю, там эти архивные различные ролики, ну, люди узнают, что такое скоколейки. Как я называю, я дарю людям скоколейки. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. И у нас сегодня в гостях организатор экскурсий по узкоколейным железным дорогам Артем Слизкий. Смотри, Артем, расскажи, пожалуйста, зачастую, куда людей возишь на экскурсии, как это далеко от Минска, да, что за маршруты? Ну как, стараюсь максимально, конечно, географию в Беларуси осваивать в этом плане, но, как я говорил, не на всех предприятиях есть пассажирские вагоны, то есть не везде физически есть на чем покатать. А так, в принципе, Витебская, Брестская, Минская области освоены уже. Вот, Гродницкая тоже освоена. Около пяти маршрутов есть. Основная идея, как бы, это не просто покатушки по узкоколейке, это все-таки познавательный какой-то туризм, поэтому совмещаем тоже с посещением каких-нибудь других интересных мест. Есть маршрут под Лиду, поскоколейки покатались, потом экскурсия на пивзавод, жизнь удалась. Вот, либо там Ивацевичи, плюс там посещение там музея железнодорожной техники. Уже семьи с детьми просто на ура, там, детвора там и поскоколейки покататься, потом про второвозы эти узнать. Вот, из последнего, что в этом году сделали новый маршрут, Старобин, за Солигорском, и плюс Микошевич и Гранитный корень. Слушай, мы знаем, что ты хочешь создать, мечта у тебя такая есть, создать музей узкоколейки. Как ты вообще себе его представляешь, как ты это видишь? Суть какая. У нас как-то нет такой культуры сохранения какой-то старой техники. Если немножко истории. Самая первая американская узкоколейка появилась в Англии в 1836 году. В 1850-х годах там появились первые паровозы, и вот до сих пор у них в музее есть вот этот самый первый паровоз, которому уже там 170 лет. Ну, у себя ты в музее хочешь, чтобы он просто стоял там или на нем катались? Нет, ну так я и рассказываю. У нас, получается, старую технику в принципе не сохраняют, поэтому, во-первых, надо место какое-то, где бы хотя бы это можно было бы сохранить от сдачи в металлолом. А второе, это место, куда, да, разумеется, кататься. Ну и другая идея, чтобы каждый, кому интересно, мог в этом поучаствовать. В этой реставрации, в каком-то там содержании пути, условно, положили на эту резину пару спал, взяли инструменты и поехали в закат там поучаствовать, там что-то минимально поделать своими руками. Чтобы это не просто какая-то там статичная нафталиновая экспозиция была, чтобы это максимально... Ну, то есть максимальное вовлечение, и мне кажется, что это все равно будет полезно. Интересно, наверное, и взрослому, и ребенку. А взрослому, который в детстве не наигрался, так особенно. Да, сто процентов. Ребенку так и так интересно. Я сижу, я уже хочу туда. И я хочу. Слушай, мы знаем, что тебе недавно в руки попала настоящая узкоколейная маршрутка. Расскажи, что это вообще такое. Автодрезина. Если у меня мотодрезина, то автодрезина, да. Автодрезина. Ну, это такое вот, да, действительно, по сути, своя такая... Там играет шансов, человек с сигаретой в кепке. Передаем! В принципе, да, самое смешное, хоть она на рельсовом ходу, но в ней был руль. Да, руль там есть, только он выполнял функцию тормоза. Вот, это такое было... А там у вас остальных нет руля? Да там же вообще стрелку перевели. Там стрелку перевели, и она сама едет, ты же никак не поуправляешь, да? Ладно, ну держаться там за что-нибудь хоть, хоть как-нибудь что-то. Поэтому там был руль, чтобы держаться. Ладно. Вот, ну это такое, скажем, Горьковский автозавод. Ну, газ, автомобиль или газ, все знают. Вот, да, в 50-х годах там начали выпуск, ну, правильно сказали, маршрутка. Там 10 пассажирских мест. Вот, нашли мы вот этот вот кузов от нее. Работаем над восстановлением, да. Нам завод-изготовитель даже скинул вот эти вот чертежи 50-х годов. Даже так? Да, там сказали, о, в Беларуси там, типа, не забывайте нас. Ну, хорошо, для благого дела, пожалуйста. Я думаю, что они только счастливы были вам помочь. То есть вы сами, да, все это делаете? Пока еще, пока спасли от металлолома уже хорошо. Это уже победа. Да, сейчас для всего нужно там, да, деньги, конечно. Там с Россией привезти ту же самую ходовую часть, потому что сейчас в Беларуси ее не найдешь банально. Ну, сложностей много. Поэтому, если кто хочет в команду, пожалуйста. Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. И у нас сегодня в гостях организатор экскурсии по узкоколейкам Артем Слизкий. Артем, мы для всех наших гостей готовим небольшие задания, интерактивы и так далее. Для тебя тоже подготовили игру, которая называется «Что за поезд?» Правила достаточно простые. Сейчас мы будем смотреть картинки. Там будут какие-то поезда. Ты должен угадать, откуда они. Из какого-то там фильма, мультика или так далее. А, напугал. А ты сказал, что за поезд? Я же в них не разбираюсь. Не, ну фильмы... Марку называть не обязательно. Угадаем. Если что, мы будем помогать, наводить. Готов? Конечно. Поехали. Наверное, Гарри Поттер. И все. Первый ответ есть. Отлично. Паразвозик из ромашки? Да. Есть. Вы вспомните, что это правильно называется. Я вот просто название-то не знал, например, что он так называется. Очень люблю этот мультфильм. Дальше. Так. Может быть, по Агате Кристе что-нибудь. Не знаю. Восточный экспресс. Да. Ну, почти. Восточный. В полярный. Нет, все верно. Только более полная. Ну, блин, можно защиту. Уближен, у вас точно. Да, браво. Отлично. Три правильных ответа есть. Спец по поездам. Кто хотел гену? Голубой вагон, ну все. Это крокодил-то гена. Голубой вагон. Прекрасно. Все нормально. Дальше. Интересненько, что это может мечтать. Так, что давайте добавить. Такой... Спорт лото 86 или как? 82. 82. Все. Вообще безошибочно хорошо идешь. Дальше. Знаешь, что это за фильм? Вижу, да. Ну, может быть, вторые, о чем говорят мужчины. Ну, есть тоже можно защитывать, о чем говорят мужчины. Бестяще. Бестяще. Про братья Флюмьер. Вот эту картинку я знаю, но я бы не назвал. Ну, в любом случае, браво. А можно еще сказать, этот, человек с бульвара Капуцынов. Там тоже эти кадры были. Когда они прострелили потом экран. Да, да, да. Ковбои. Мы вернулись в студию шоу Подъем на телеканале ТНТ Интернешнл и продолжаем общаться с организатором экскурсии по узкоколейкам Артемом Слизким. Артем, мы знаем, что ты водишь экскурсии не только по узкоколейкам, но и по промышленным предприятиям. Расскажи, что там можно интересного понаблюдать. Как бы там уже, если мы приезжаем, например, в те же самые Микошевича, там уже есть свой специально обученный человек, который уже эту экскурсию возит. Ну, это совершенно получается. В принципе, могут быть разные предприятия. Действующие или заброшенные? Нет, действующие. Ну, Микошевич и гранитный карьер. Там самый большой и глубокий в Европе. Стоишь ты такой на борту этого карьера, рассмотришь вниз, там, где такие белазики, там, как мурашки, там тоже не каждый день, скажем, увидишься. Это круто. Здорово, я бы даже посмотрела. Либо другие производства. Ну, такой познавательный туризм. А есть вообще такая услуга, там, не знаю, может, были запросы такие, вот, чисто, говорит, мы хотим фотосессию на узкоколейке, а кататься не будем. Сходите ко мне на сайтик. Вот романтическое предложение обстраивали, фотосессию свадебную с дрезиной на узкоколейке. Ребята отработали просто прекрасно. Там такие замечательные фотографии. Вот, так что я говорю, узкоколейки-то романтики. Корпоративы там проводятся на этих вагончиках? Да, можно, визитку оставлю, потом, если что, обращайтесь. У нас было такое вот в этом году мероприятие интересное. Вынашивал три года, масленицу мы делали на узкоколейке, вот, такое на поезде, автобус туристических людей вывезли, там, поляна была подготовлена, тоже, там, куча этой техники нагнали узкоколейную, вагон, столовая. Вау! Были такие. А зимой можно? Можно, но не везде. Дело в том, что эти вагоны когда-то оборудовались отоплением водяным, ну, оно в первую зиму сразу так размораживалось, вот, портилось, то есть, и выкидывалось. И кто хотел продолжать эксплуатировать эти вагоны дальше, ставили буржуйки туда обычные. Ну да, логично. Дверцу открываешь, полено закинул, это хорошо. Все, и тепло. Вот, но не все так делали, поэтому найти сейчас вагон с буржуйкой, это большая удача. У нас их там, в стране там полтора. Полтора вагона? Да. А по километражу, когда, ну, в теплое время, сколько длится поездка? Вот мне в общем-то, в частности, про дрезину интересно. Ну, по дрезину это такое, скажем, индивидуальная больше поездка, поэтому там, скажем так, по времени больше. Вот, в принципе, три часа на покатушке это более чем достаточно. Артем, мы знаем, что ты каким-то образом принимал участие в съемках фильмов у фильма «Уроки Фарси». Правда ли это? Ну, скорее, моя дрезина принимала участие в нем. Там есть эпизод с прохода главного героя по вот этим скоколейным путям. Вот. Ну и нужно было организовать как-то там проводку камеры. Вот. А места там для вот этого штатного съемочного оборудования не было на этой там коколейной ананаспи, поэтому… Это у нас снималось, да? Да, это у нас, этот «Смолливуд». Натурная площадка «Белоруссильма» под «Смолливичами». Вот. Поэтому взяли дрезину, туда на нее смонтировали все это съемочное оборудование и уже там производили вот эти съемки. То есть ты чуть-чуть побывал оператором, так? Реквизитором. Ну, тоже неплохо. Если честно, для меня безумно это все увлекательно. Я уже хочу, когда станет тепло, конечно, я уже поняла, что, когда холодно заехать, смысла большого нету. Когда протопим вагон. Протопим вагон и посмотрим на красивые, красивые виды и интересные предприятия. Спасибо большое за увлекательную беседу. У нас сегодня в гостях был организатор экскурсии по узкоколейкам Артем Слизский.